Угодно. Просьба ко всем, чтобы они нам не мешали, не пели. Вот вначале слушаем наших уважаемых гостей. И только после этого спрашиваем. Вот нас всех много, вопросов много, поэтому походим на этой руке очень короткие вопросы. Прошу, вы, наверное, начнете. Прошу вас. Уважаемые коллеги, я очень рад, так сказать, встретиться со всеми с вами. И хотел бы, прежде всего, несколько слов сказать о нашем национальном научном центре Харьковский физико-технический институт. Это самый старейший в Украине центр. Я хотел бы сказать, и самый крупный. На первом месте по численности сотрудников. На втором месте институт электросварки имени Патона. Поэтому Харьковский институт в Украине на самом видном месте сейчас науки и техники находятся. Именно из-за нашего центра в Академии наук было создано специальное отделение. Отделение отделения ядерной физики и ядерной энергетики. В отделение, в это, естественно, головной организации был ННЦ ХФТИ. Кроме этого, вошли институт ядерных исследований Киевский, институт прикладной физики Суммы, где директором наш сотрудник Владимир Ефимович Старишко-академик. Далее институт геохимии окружающей среды, университетский один из подразделений. И многие другие сейчас так и к нам стремятся попасть именно к нам в отделение. Наше отделение по численности сотрудников в нашем отделении мы на третьем месте. Первое – это отделение материаловедения в Академии наук. Второе – это отделение астрономии и физики. И вот третье – наше отделение ядерной физики и энергетики. Значит, я должен сказать, что наш центр с самого начала был центром ядерной физики. В 1928 году Абрам Фёдорович Йоффе – это великий учёный, академик – решил из Санкт-Петербурга, но уже тогда был Ленинград, из Ленинграда выделить ядро крупных учёных, но очень молодых, до 30-35 лет, выделить в Харьков. Харьков был столицей в то время, и поэтому, так сказать, попал выбор именно на Харьков организовать научный центр, кроме Ленинградского. Ну, потом начали в Свердловске то же самое делать и в Томске. И вот с той поры наш существует национальный центр. Я прямо скажу, уже через 4 года, в 1932 году, у нас произошло великое событие научное. Это мы вслед за английскими учёными расщепили ядро гелия. Лития. Ядро лития. Значит, это было великое достижение, и, естественно, наш центр сразу обрёл огромную, так сказать, известность. В 1934 году была проведена первая конференция по физике, ну, по естественным наукам, и президент в то время Вавилов, да, знаменитый Вавилов, вот, сказал, что в Харьковском физико-техническом институте производится четверть всей физической науки Советского Союза. Вы можете представить, прошло там 6 лет, а уже в нашем институте вот такие были мощные, задействованы потенциал физический. Но я вам скажу, что в нашем центре в 30-х годах огромное количество работало иностранцев. Иностранцы просто хотели поехать в наш центр и работать у нас, заниматься физикой. Естественно, 37-38 год на наш центр очень отрицательную роль сыграл, потому что, ну, прямо скажем, было расстреляно три самых ведущих учёных, вот, которые организовали, так сказать, свои собственные направления. И были притеснения многие учёные. И только благодаря тому, что перед войной пришли к выводу, ну, московские руководители, что на базе нашего института нужно развивать науку оборонного значения, мы, наш институт вновь, так сказать, начал расти. Но, как вы знаете, война, так сказать, всё разнесла, все эти вот намерения. И наш институт был в Алма-Ате во время войны. А в послевоенные годы, уже в 44-м году, наш институт вернулся в Харьков. Но здесь было очень большое желание киевского руководства перевести физико-технический институт в Киев. Но благодаря Курчатову и Синельникову Кириллу Дмитриевичу удалось отстоять наш институт, чтобы он оставался в Харькове. Отстоять как? Игорь Васильевич Курчатов предложил на базе нашего института организовать лабораторию номер один, которая должна заниматься атомным оружием. И вот это спасло, так сказать, наш Харьковский физико-технический институт. Естественно, мы внесли большое своё, ну, мы, когда я говорю, мы, наши старшие товарищи, большой вклад в обороноспособность Советского Союза в то время. И самое главное, что оборонная промышленность, она толкнула развитие мощных новых направлений, особенно вот вакуумная техника. Вакуумная техника у нас были получены самые лучшие вакуумные насосы. Потом всё это в Москву перешло, и там организовался институт вакуумной техники, и так сказать, а сейчас они даже не вспоминают об этом, не упоминают. Но всё зарождалось в нашем институте. А поскольку была вакуумная техника, то требовались новые материалы, а чтобы получить новые качественные материалы, нужен вакуум. И опять-таки мы были на передовых позициях. У нас начали развиваться вакуумная металлургия. И опять-таки из нашего института вышли вот эти вот направления по вакуумной металлургии, которые тоже сейчас так и называются, но уже, к сожалению, не вспоминают, что зародились они в нашем институте. Сейчас, вот к нынешнему дню, у нас центр состоит из пяти институтов и четырёх научно-технических комплексов, которые тоже не уступают институтам. Вот вы можете представить мощь нашего института. Всего сотрудника у нас, ну, единицы у нас, так сказать, более трёх тысяч. Вот, и в том числе 90 докторов наук и более трёхсот кандидатов наук. То есть это огромная такая мощь научная. Сейчас по предложению Бориса Евгеньевича Патона вот меня назначили академиком-секретарём отделения ядерной физики. И фактически моё постоянное должность и работа это в Академии наук, а по совместительству я, так сказать, вот генеральный директор нашего центра. Ну, и я считаю, что та проблема, о которой сегодня мы будем говорить, она закономерно родилась, потому что наш центр всегда был ядерным центром. И то, что сейчас мы собираемся построить с помощью американцев, построить установку, ядерную установку, прообраз самого безопасного в будущем ядерного реактора. Потому что он подпитывается внешним источником, ускорителем электрона. То есть это, так сказать, реактор будущего с подкритической сборкой. Подкритическая сборка, она сама одна не работает. Для того, чтобы она заработала, необходимо подпитать пучком, в данном случае, то, что мы думаем, пучком электронов. Но если какие-то ситуации происходят в активной зоне, отключается, ускорите, и всё прекращается. То есть это самый безопасный в будущем источник ядерной энергии. Вот почему мы особое внимание на это обращаем, и вот почему привлекли такое особое внимание и, так сказать, во всех кругах, во всех сферах нашей социальной жизни. Мы, только я, в пятницу было совещание в комиссии ядерного регулирования. Елена Анатольевна Николаичук проводила это совещание. В принципе, создана комиссия во время с товарищем Клюевым, который именно будет контролировать и руководить строительство этого источника. Для Харькова это очень важно и очень нужный, так сказать, объект. То, что безопасность полная, потому что, ну, вы сами понимаете, мы рядом же все там работаем, все живём, и всё. Когда говорят и пишут некоторые, что это за 6 километров нельзя подойти, ничего. Мы постоянно, круглосуточно там работаем. И поэтому не верьте вот таким писаниной такой и писатком таким. Это самый безопасный сейчас источник, и я, дай бог, если мы его создадим, это будет прообраз будущего безопасного реактора. А сейчас, особенно после японских событий, этим нужно прямо заниматься. Чтобы таких, не смотрели, я должен даже вот в этом кругу должен заявить, что в Японии ядерный реактор абсолютно ни при чём. Сочетание вот таких двух мощных и землетрясения, и цунами, такого, к сожалению, не было предусмотрено. Было предусмотрено, например, волна до 7 метров. 7 метров там всего, не было бы ничего. Но она оказалась до 20 метров. И вот сейчас по этой причине мы, например, должны при строительстве новых ядерных каких-то установок всё это учитывать. Возможное сочетание, хотя у нас там землетрясений таких нет, но в любом случае, так сказать, надо и землетрясения, у нас до 6 баллов бывает, но нужно, у нас рассчитаны реакторы до 7-8 баллов, но нам нужно, так сказать, и учитывать природные вот явления, что часто раньше, в общем, этого не учитывалось. Сейчас всё будет учитываться. Сейчас вот есть постановление, есть решение Министерства энергетики относительно вот безопасности ядерных реакторов в Украине. Ну, я больше не знаю. Спасибо большое, господин Пернов, вам снова несколько слов о самом проекте. Мы тут все, в общем-то, ну, не такие специалисты. Расскажите, пожалуйста. Ну, я начну с того, что некоторого заявления относительно, что вот для Украины альтернативы ядерной энергетике, значит, серьёзно нет. Значит, я ссылаюсь не на наши там рассуждения, например, для Польши. Они имеют всходные условия, ну, лучшие в смысле ветровой энергетики возможностей. И от их возможностей потенциально оценивается в 7% от потребностей, ну, например, 20-х годов этого столетия. Второе, значит, в Украине с этим обстоятельством ещё хуже, ниже 7%. Я слышу других источников энергии, серьёзных у нас нет. Значит, поэтому, ну, мы богаты ядерными, ну, уже открытыми источниками. Ну, альтернативные источники на данном этапе дают только до 1% энергии. Ну, в общем, можно, учитывая 50% ныне существующие, и мы, ну, не видят образованная часть сообщества, это первое. Второе, значит, давно было известно, что ядерная энергетика, основанная на реакторах, особенно на реакторах, вот, ну, они повсеместны, это водоводяных реакторов, это, значит, замедлитель и теплоноситель, вода. Это может быть тяжёлая вода, может быть, ну, как правило, в большинстве случаев это лёгководная, но обыкновенная вода, значит, они имеют ряд недостатков. Это, прежде всего, реактор. Это, значит, в принципе, это где идёт регулируемый, управляемый взрыв, цепная реакция. Второе, что, и это тоже очень существенный недостаток, она нарабатывает очень много радионуклидов, ну, это проблема отработанного ядерного топлива. То есть, с этим тоже что-то надо делать, значит, Земле грозит просто экологическая катастрофа. Значит, надо топливо перерабатывать, и то, что можно сжигать, а то, что нужно трансмутировать, ну, а то, что останется слабоактивные отходы, и в надёжном месте захоранивать. Но это уже сроки захоронения будут, что, возможно, при инженерных сооружениях, ну, там, 200-300 лет. Тогда как вот если захоранивать топливо, нужно рассчитывать хранилище на десятки тысяч лет, что вообще инженерных сооружений такого класса не существует. А поэтому наши предки ещё в середине 50-х годов говорили, что надо уйти к подкритическим сборкам, которые должны будут активироваться или приводиться в действие внешним источникам нейтронов. Ну, внешний источник нейтронов – это ускоритель. Как правило, разный ускоритель, который потом нарабатывает нейтроны, и эти нейтроны приводят в действие. Значит, мы давно занимались в нашем институте этой тематикой при Советском Союзе. Я упомяну фамилию Николая Антоновича Хижняка, который был в нашем институте начинатель вот этой тематики. И в Советском Союзе, не говоря о том, что ныне активность к этой тематике, связи, вот она началась, возросла в связи с Чернобылем, а ныне ещё более возрастёт. Вот просто практически все ядерные страны очень активизировали эту деятельность. И практически все ядерные страны ныне очень широко занимаются. А МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, секцию образовало, учитывая важность как безопасность, так и экологию разработки таких вот новых источников энергии. Теперь конкретно по проекту мы ведём разработку уже несколько лет уже в концептуальном плане. И сейчас начали заниматься разработкой уже то, что требуется по законодательству, ТЭО, технико-экономическое обоснование, и проект, и совокупность огромного количества сопутствующих документов, как-то обоснование ОВОЗ, то, что называется, отчёта воздействий на окружающую среду, соответствие проекта санитарному законодательству Украины, обеспечение радиационной и ядерной безопасности, и другие документы, которые требуются, и, как известно, требуются два постановления, даже три постановления кабинета министров, чтобы реализовать эти. И для каждого из этих этапов проводится комплексная государственная экспертиза. Туда попадают названные мне направления. Пять направлений, в общем, ещё строительная часть, соответствующая принятым метеорологическим, климатическим и сейсмическим условиям для данной местности. Ну, коль зашла речь о Японии, это ныне наиболее, значит, по всем существующим мировым и нашим правилам в этой зоне строительство ядерных объектов запрещено. Это только японцы в силу своей исключительной ну, что ли, территории, и, во-вторых, в силу того, что им, если не развивать ядерную энергетику, их товар будет совершенно неконкурентоспособен, они пошли на такие вещи. И во многом они удешевили, конечно, этот проект, но я об этом не буду распространяться. Наш проект, значит, взрыв невозможен, потому что материала недостаточно. Значит, экологические последствия сводятся к минимуму, потому что санитарная защитная зона ограничивается стенами корпуса. Значит, аварии наиболее, вот та авария, что разыгралась в Японии. Исключена. Почему? Потому что, если остановится циркуляция воды, охлаждающая, значит, у нас все нагреется до 45 градусов. Если кто-то там разобьет значит, корпус, и вода утечет из корпуса, то нагреется до 105 градусов. Если мы разобьем ТВЭЛ, то ТВЭЛ делается для цели безопасности, в отличие от энергетических реакторов, где все заключено в оболочку, и нарушение оболочки приводит к большим выделениям радиоактивных веществ в окружающую среду. У нас каждая крупинка на уровне нескольких микрон, она запакована в алюминиевую оболочку, то есть выделение даже при разрушении ТВЭЛа будет минимальным. Наработки радиоактивных отходов минимизировано будет, связанное с тем, что мощность крайне низка. Ну и, конечно, как сказал Иван Матвеевич, в силу вот этих условий это может стать прообразом будущей ядерной энергетики. Я хочу сказать, что мы рассматриваем на 250 киловатт. Европа ныне разрабатывает в этом городе установку центры города на 100 мегаватт. И вот я хотел бы обратить ваше внимание, что отношения к ядерной энергетике в Европе и у нас совершенно различные. Вот это в центре города МОЛ, стоит центральный исследовательский институт, там Евроатом работает, вот реактор 27-мегаваттный, вот озеро, люди плавают, загорают на белом песочке. То есть нужно обеспечить условия безопасности и экологии. То есть уже даже на реакторах вот такие в Европе. И здесь же 100-мегаваттный делается подкритический источник энергии. Какие мы делаем основные исследования? Я скоро закончу. Значит, первое, мы, конечно, исследование вот это, как источник будущего энергии. Это иначе мы не получили бы финансирование. Вторым у нас значится это наработка медицинских изотопов. Мы можем нарабатывать весь спектр неиспользуемых в мире изотопов для здоровья трудящихся, для диагностики и лечения. Дальше мы хотим нейтронно-борозахватную терапию сделать. Это лечение онкобольных, самое щадящее, которое можно проводить, не нарушая здоровых тканей. Ну и весь спектр энергии это радиационная физика, твердое тело, биология и так далее и тому подобное. Вот значит вот я хотел бы тут представить вот со мной работает вот Водин Александр Николаевич начальник лаборатории значит проект планируется сделать вот на ТЭП-Союз к Владимир Ленедиктович и вот наш ученый секретарь главный он как говорится с вами частенько встречается и замдиректора по экономике потому что без экономики сделать чего невозможно Владимир Петрович тяжел. Ну если есть вопросы мы ответим. Сейчас еще господин Валерий только к вопросам прошу вас. Да значит уважаемое сообщество мне очень приятно выступать перед представителями СМИ потому что мне кажется что вот представители СМИ это действительно четвертой власти от них очень много зависит насколько ответственно и достойно донесут они эту новость говорится нашему обществу давайте значит это как говорится совпало значит наша ядерная установка Фукусима говорится Чернобыль это все давайте в общем говорится разложим все по полочкам значит что такое сейчас атомноэнергетика значит атомноэнергетика для Украины это значит два таких краеугольных камня первое это энергетическая безопасность вы знаете что по зиме это 52% по лету 48% общее производство говорится электроэнергии я хочу сказать что это говорится энергетическая безопасность во многом помогла говорится Украине выставить во время газовых войн говорится с Россией и второй важнейший момент еще атомноэнергетика которая говорится сейчас немножко замалчивается это значительное уменьшение количества СО2 видите что происходит с климатом вы сейчас смотрите по телевизору сейчас в Новосибирске 30 градусов тепла говорится там начались лесные пожары и мы тоже уже ждем лето я помню совершенно ужасное лето я говорится коренной хорьковчани но не помню такого ужасного лета поэтому атомноэнергетика хотим мы все сидящие здесь нормальные люди нам всем бы хотелось очень заниматься солнечной энергетикой говорится и ветровой но реальная вещь говорится это та вещь что сейчас это 20% мирового производства электроэнергии 52% украинского говорится а поверьте что сейчас без электроэнергии оказаться в нынешней ситуации это совершенно невозможно значит что вот я хочу просто продолжить мысль профессора член-корреспондента Корнаухова значит та установка которая разрабатывается в нашем институте это действительно важнейший момент это переход от конвеншналу традиционных методов говорится разработки аденергетики то есть это на разработаны на принципах реакции деления это то что говорится вот используется ну это говоря реально то что нам досталось от бывшего советского союза и есть еще говорится вы знаете реакция синтеза это то что чем занимается мировое сообщество к сожалению Украина несколько осталось на обочине этого процесса потому что говорится там членом ИТРа является говорится российская федерация но я хочу сказать что вот тот путь по которым говорится этот путь был предложен очень говорится интересно этот путь был впервые предложен академиком Флеров вы знаете который работал в дни который открыл много новых изотопов но я думаю что вы все знаете что именно Флеров в 43 году написал секретное письмо Сталину в котором говорится просил обратить особое внимание на необходимость развития ядерного оружия говорится и видите это человек и вот этот подход значит особенно в рамках Фукусима это действительно говорится в чем говорится я хочу сказать что вся та боязнь которая говорится вот мы материаловеды мы ядерчики испытывали по поводу говорится ситуации на атомных станций на Фукусиме не оправдала все мы боялись что не выдержат корпуса значит корпуса которые работают говорится в течение там 30-40 предполагается 60 лет выясняется что несмотря на совершенно сочетание громадного комплекса негативных факторов значит это землетрясение это цунами это говорится самое главное то что говорится не додумались японцы или додумались очень глупо поставить дизель генератор говорится на нулевый уровень что их залило значит эти все ситуации здесь говорится на установках данного типа они говорится не не предполагается я хочу сказать что все 6 корпусов реактора Фукусим-1 я могу сказать это ответственно потому что я говорится некоторое время работал в Японии жил на 100 километров жил южнее Южнее Сосинда это прекрасный город мы с Иваном Матвеевичем в 97 году были там на конференции мы потеряли термоядерных реакторов там Мукушито это считается самое красивое место в Японии значит конечно кошмарно говорится когда мы видели какие там разрушения но факт тот что вы говорится как люди которые представители украинской элиты вы должны понимать что это не произошло то есть значит тот путь который прошла значит и мировая ядерная энергетика и украинская ядерная энергетика это свидетельствует уже о большом опыте я хочу сказать что все время сравнивают вот если это произошло в Японии то у нас произойдет еще я хочу сказать ответственно сейчас украинская ядерная энергетика извините я суеверный постучу она находится у меня впечатление на гораздо более высоком уровне обеспечения безопасности после Чернобыля говорится ежегодные проверки МАГАТЭ и я хочу сказать что по поводу продления первого блока ровно уже тогда было предложено иметь говорится три аварийных системы охлаждения я хочу сказать что в принципе в ядерном реакторе здесь говорится трагедия произошла не с ядерной частью трагедия произошла главным образом как emergency system системами обеспечения то есть системами подачи воды вот ни одного же ядерного взрыва говорится не произошло вы знаете что произошло просто говорится была высокая температура вы знаете что цирконий будучи прекрасным материалом ядерных оболочек при температуре 870 градусов выделяет говорится выделяет водород и значит взаимодействие водорода и циркония произошло и японцы говорится не продумали и на трех блоках фукусима 1 фукусима 2 и фукусима 3 говорится снесло крыши но в принципе ситуация не такая говорится по моим понятиям говорится как ядерщик не такая критичная конечно, как была, говорится, в Чернобыле. Я хочу сказать тоже, мы обращаем внимание, мы харьковчане, мы обращаем внимание на Чернобыль, забывая о том, что у нас 200 километров, на север у нас находится Курская атомная станция, в которой, говорится, работает 4 блока РБМК. Те блоки, говорится, которые закрыты, вот у меня тут случайно, я сегодня увидел статью, говорится, Елена Николаевна Николаевичу, который именно, говорится, председатель Госкомитета по ядерному регулированию, так, значит, Украину заставили, говорится, помните, мировое сообщество, закрыть Чернобыль. Недавние копейки. Значит, Литва за это получила компенсацию европейского сообщества, а в России, говорится, эти блоки с повышенной, говорится, безопасностью работают. Но это, говорится, немножко в общем, ну вот переходя к тому, что рассказал, говорится, Иван Николаевич, Иван Михайлович, значит, я хочу сказать, что для Украины это совершенно новый шанс, вы поймите, что в значительной части ядерная энергетика, традиционная энергетика Украины в значительной степени зависела от России. Мы получали, говорится, оттуда ядерное топливо в виде таблеток или из Новосибирска, или из Актростали, говорится, ну, главным конструктором выступал или Гидропресс, или Гидропресс Подольский, говорится, или Никиет. Но факт тот, что это тот уникальный шанс, когда Украина, говорится, становится самостоятельным игроком на ядерной сцене. Причем, значит, как правильно сказал, говорится, это, говорится, энергетика, и самое главное, это продвижение в новейшие технологии. Вы понимаете, это, вот, все часто очень используют слово инновационный. Так вот этот проект, не только инновационный, это проект суперинновационный. И я хочу сказать, говорится, мне как-то, говорится, я слежу, говорится, за событиями в мировом ядерном мире, значит, в Российской Федерации очень интенсивно, говорится, в Протвину, в Сверпухове, на базе Института теоретической экспериментальной физики, там они используют протонные ускорители. Наши ученые предложили совершенно новый путь, который был воспринят нашими американскими коллегами, это именно путь, говорится, электронного ускорителя. Это совершенно уникальный шанс. И, вы понимаете, говорится, используя эти ускорители, мы в значительной степени можем еще, говорится, и предвидеть поведение материалов при тех дозах облучения, которые недостижимы в современных ядерных реаторах. И заканчиваем, мне хотелось бы, чтобы представители СМИ, говорится, вот, чаще общались с нами, и чтобы все вопросы, чтобы не было никаких, говорится, знаете, наша философия, это полная прозрачность, говорится, мы готовы отвечать на любые вопросы, потому что мы все нормальные люди, мы, как сказал академик Неврюдов, мы все живем, у нас есть дети, и мне очень хочется, чтобы представители СМИ очень ответственно и достойно отнеслись к своей миссии. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, очень короткие вопросы, у нас много, и представляемся, пожалуйста. Господин Овсянкин, первый, потом дальше. Дмитрий Овсянкин, аналитиквей. У меня, собственно, два вопроса очень коротких. Чем ускоритель на электронах лучше, чем на протонах, то, что вы говорили, и самое главное, участие американской стороны позволит ли Украине сохранить за собой приоритеты в патентах, в праве использования, ну, весь комплекс научных приоритетов и экономических приоритетов? Ну, значит, нужно сказать, что при переходе, значит, ну, ныне такая ситуация, что, в принципе, нейтрон как бы имеет цену, и вот на протонах, если ускорить протоны до 1 ГЭВ, мы имеем преимущества значительные при производстве, ну, в ценовом понимании протонов. Но когда, значит, ускоритель нужной мощности протонной на 1 ГЭВ стоит несколько миллиардов долларов. Ускоритель сам. Нужно за все платить, вот, чтобы получить преимущества. И при малых энергиях он практически полностью уступает электронному пучку, особенно по пробегу. То есть 100-мэвный протон пробегает там миллиметры. Поэтому облучается, а надо работать под критическая сборка. Это очень опасная ситуация. Поэтому, значит, вот это... Но, вот, например, я продолжу некоторую историю Саров. Вы знаете, это родина ядерного советского оружия. Ну, Арзамас-16. Значит, там они сейчас тоже занимаются этим. И они, так называемая, ну, более сложная система, тоже подкритическая. Это бустер. Там две зоны. Быстрых нейтронах, я не хочу, но... Ну, тогда можно воспользоваться тоже электронным ускорителем. И вот эта ускорительная часть, то есть производство нейтронов будет гораздо дешевле. То есть, но... Светленности на качество. На этапе, значит, вот разработок, конечно, на такую вот мощность, это электронный ускоритель, ну, даже на два порядка дешевле, и обладает преимуществами. Второе. Научные приоритеты. Научные приоритеты. Значит, вы понимаете, что, ну, и знаете, что Украина оказалась большой ядерной энергетикой, но практически нет институтов ядерных профиля. То есть, это наш институт был. И то нам отводилась роль разработчиков ТВЛов, материаловедческих и других вопросов пожарных. Когда не справлялись какие-то институты, ну, не только московские, и уральские, и сибирские. Вот. То есть, мы тут имеем возможность, значит, сделать какой-то шаг в новизну. Это, во-первых, получить коды, которые недоступны, в общем, в использовании. Во-вторых, мы базу данных нейтронных получаем обширнейшую, она стоит миллиарды долларов. Мы ее получили. То есть, мы сейчас становимся игроком уже ради этой помощи. На этом поле, таком, на ядерном поле уже стали. И, то есть, это будет украинская установка. Так она позиционируется и в том числе и в МАГАТЭ. Но сейчас в мире все делается вскладчину. В Евроатом. В России сейчас и французы работают, и немцы, и американцы. И наоборот. То есть, ныне обмен, это естественный, как говорится. Поэтому мы в этом плане престижа и вот каких-то завоеваний, мы тоже будем иметь достойное, займем место. Спасибо большое. Хорошо представьтесь. Интерхаг с Украина. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, если вот такой принцип производства потенциальной энергии на критической сборке с ускорителем, насколько безопасный у нас, настолько хороший, почему во всем мире, а если еще на нем не работают или не переоборудуются, это слишком дорого или еще не доработан сам принцип или почему. И второй вопрос, чем именно будет заниматься Харьковская установка, это только научные интересы и медицинские, или она будет производить какую-то энергию, которая пойдет на реальный уровень? Ну, я тоже попытаюсь ответить. На первый вопрос, значит, это только научная установка и производство медицинских изотопов, и, значит, почему ныне, значит, вы понимаете, экономика, она и называется экономикой, что дешевле, вот газ пошел дешевый, на газ перевели электростанции, но ядерная энергетика ныне существующая, она в смысле экономики без, ну, остальные источники энергии, не конкуренто, именно по экономике, несколько раз дешевле электроэнергия, вот чтобы для ответа я вам хочу сказать, что Украина, производя 52% электроэнергии, тратит на топливо 380 миллионов долларов в год, на закупку топлива, на ядерное топливо, а на поддержку угольной промышленности миллиарды долларов в год, и где людей убивают сотнями, на тепловых станциях, людей убивают еще больше. Посмотрите, Змирскую грызу, говорит, вот, ладно, значит, но все должно созреть, значит, развивалась ускорительная техника, развивалась и ядерная энергетика, и тогда человечество осознало, что вот эти склады отработанного ядерного топлива, которые хотели вначале зарыть в землю, ну, устойчивые геологические структуры, а затем сейчас другая политика, МАГАТЭ приняло отложенное решение, потому что это мы все зароем, мы создадим невыносимые условия на земле, а сейчас, так называемое, 70 лет выдерживаем при станциях, вот, Засопорожское построили хранилища сухие, сейчас строится централизованное в Чернобыле, сам Бог велел там после Чернобыльского взрыва, чтобы все же не создавать там осложнения. Дальше это перерабатывается, дальше наиболее, там, плутонии, трансурановые элементы, которые внесут самую опасность. После 70 лет уже ЦЕЗИ и ЙОД не играют никакой роли, начинают играть вот эти трансурановые элементы роль. Во-вторых, ядерная энергетика на Уране-235-м обречена, Урана-235-го всего лишь 0,71%. В 2013 году, говорится, заканчивается. То есть, дешевая такая электроэнергия вот-вот остановится, это еще запас у нас есть от ядерной эры, оружейной. Оружейного плутония. Да. Поэтому, значит, и тут осознание произошло, что хватит дешевой энергии, давайте думать о будущем. Это ядерная энергетика так сказала, что давайте. Она сейчас безопасная, но дальше хранить негде. И второе, ускорители подоспевают сейчас. То есть, буквально, вот первый такой ускоритель, вот, сдан в Америке, в Окризе, сколько, да, три тому назад. Три года назад. Три года назад создан первый ускоритель, который практически обеспечивает, вот, возможности, ну, уже энергетических установок, по мощности ускорения. Вот такие, значит, пирои. Спасибо большое. Я, я всех вижу, дам, господа, по порядку, прошу. Скажите, пожалуйста, когда нужно будет говорить о получении первых медицинских изотопов? То есть, насколько я понимаю, в 2014 году только будет сдана установка, тогда практический вопрос будет. Это первый вопрос, это второй вопрос. по поводу перевода на другой принцип работы АЭС. Это будет идти речь о реконструкции уже существующих, или это принципиально новое нужно будет установить? Спасибо. Значит, что касается медицинских изотопов, то в соответствии с нашими планами и финансированием, значит, этот участок должен быть сдан в эксплуатацию одновременно с вводом в строй самого источника нейтрона. В 2014 году. И мы, чтобы не терять время, просто закупаем технологическую цепочку в Германии. Вот. Потому что это тоже, чтобы, если мы будем сами осваивать, это потребуется большое время. Теперь второй вопрос. Значит, реконструкции, как правило, серьезной, ядерных существующих объектов энергетически не проводится. Повышается их безопасность. Потому что там все же активность такова, что они закончат свою жизнь естественной, отработав свой положенный срок, или продлят, обеспечивая безопасность. Вот как сделано было с помощью отделения на Ровенской АЭС. Вот продолжили. Было 30 лет, теперь продлили на сколько? На 20. Еще на 20. На 20 лет. Видите, что запас прочности очень существенный. Спасибо. Исправжение ворота. Потом радиоэра. Исправжение ворота, Жанна Петеренко, скажите, пожалуйста, на скидку предвещать радиоактивный фон? И в каком радиусе? Значит, у нас сейчас в Пятихатках ядерный центр. Юридически мы статус свой не меняем. Значит, у нас сейчас радиационный фон 12 микрорентген в час. 12, 10, 13, 14. 12, 13. 12, 13 микрорентген в час. Вы здесь в городе получаете до 20 микрорентген в час. То есть у вас обстановка в связи с тем, особенно если вы на площади, где брусчатка, там вы получаете и за 20 микрорентген в час. Значит, у нас будет... Хотя это безопасно. Это все у нас. Самое главное, что вы можете это каждый день увидеть. Вы можете стоять, что, говорится, вы не думали, что вас обманут. Это, говорится, и все сотрудники. Я уверяю вас, что у нас 12, 13 микрорентген не сохранятся. То есть это проектом предусмотрено сохранение естественного уровня радиоактивности. Существующая радиационная обстановка. Радиоэра дальше. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, получили базу бесплатно, да, я так понимаю, нейтрону. От кого получили эту базу? Значит, это сложный. Получили. Мы их получили уже. Ну, часть получим. Да, значит, это разработка. Баз данных существует... Три таких могучих. Это российская база данных, европейская, американская. Японцы пользовались американской базой. Мы получили базу данных американская, наиболее полная. Значит, мы получили ее бесплатно в порядке сотрудничества. Ну, соответствующий регулятор. У нас, как вы знаете, все проводится через регулятор. Это ныне инспекция ядерного регулирования Украины. И, значит, взяли свои обязательства, нераспространение, значит, поставить только на определенные комплексы вычислительные и так далее и подобное. И это контролируется. То есть мы не можем так просто передать кому-то или отдать, или попользоваться. Законы конфиденциальности соблюдаются. Никакой могу не передавать третьему лицу. 30-го числа вы будете проводить, я понял, общественные слушатели, да? Да. Хайповские, природозащитные организации, всеукраинские начали уже, скажем так, атаку, да, я так понимаю. Вы с ними будете встречаться? То есть как вы будете объяснять людям, да, что это безопасно, тем более после событий попросимых, все напуганных, да? То есть что в связи с этим будет меняться с точки зрения безопасности? Что-то будет пересматриваться? Новые исследования там будут или что? Не, ну вы вот и ответили на свой вопрос. Мы, первое, это совершенно безопасная в смысле ядерного инцидента установка. Мы будем доказывать. Во-вторых, значит, мы с вами встречаемся, то есть мы тоже работаем с общественностью, и мы просим вас. У нас нет смысла вас как-то, кроме того, законодательство в смысле ядерного, у нас может быть самая жестокая. И дозы, кстати, у нас ниже чем, два раза ниже, чем в мире. Во-вторых, я 10 лет возглавлял вот нашу активность на Чернобыльской аварии после, и вот видите, живой перед вами сижу, то есть находились в условиях не совсем благоприятных. То есть радиофобия – это ужасная вещь. Во-вторых, мы не планируем и не надеемся всех переубедить. Ядерная энергетика, она остается. Ну вот погибло сколько, 20 с чем-то тысяч людей, это не обсуждается. Как данность, на дорогах 20 тысяч вот гибнет, тоже не обсуждается. А вот чтобы погибло 2-3 человека от облучения, начинается поэтому. И поэтому, значит, все, кто серьезно думают, мы тем можем помочь, разобраться и все прочее. А, как говорится, люди, которые не слушают, поэтому... Вот у него предубежденность есть, и люди, которые на этом работают. За которые получают это... Прошу прощения, что с вывозом высокообогащенного урана? Вот вы нам рассказывали о зимнем, что за эти три месяца поменялось? Значит, ничего не поменялось. Мы готовим... Дело в том, что, чтобы вывести, надо заключить все контракты, обеспечить финансовое и другое сопровождение строительства этой станции. И ныне этап мы проходим не так просто. Вот заказать все оборудование, закупить его и все прочее. То есть мы сейчас находимся вот в этом промежуточном этапе согласования. В том числе, Министерство закордонных справ нас сейчас терзает связи, что надо бы синхронизовать этот процесс. Но уже... Но мы должны выполнить указ президента, согласно которому до апреля месяца следующего года мы должны вывести весь список оборудований. Это тоже... Но это сложно особенно для нас. Но будем решать. Коллеги, вначале журналисты задают вопросы. Хорошо, если можно. Прошу представьте. Скажите, пожалуйста, для проектов с протонным пучком электроядерных установок там есть такой сдерживающий фактор как отсутствие ускорителей с достаточным током пучка. Значит, как здесь дело обстоит? Вы будете использовать... Вы будете строить новый ускоритель? Или использовать тот двухпевный, который есть? Или... Ну и так вот по плотности тока. Значит... Что нужно для практического эскоризования? И что будет достигнуть в вашем случае? Значит, я тогда более подробно остановлюсь на этом деле. Значит... Ну, кратко постараюсь. Максимально кратко. Значит, вот подкритическая сборка, чтобы избежать ядерных инцидентов, разрешена по правилам МАГАТЭ и по нашим украинским правилам до коэффициента размножения 0,98. Это значит, что идет умножение. Она иной раз вот такие установки называется усилитель энергии. То есть вот ускоритель... Если вы думаете тысячу... Ну, да, вот как наши ныне... Миллионники это... Тысячу мегаватт. Значит, у него три миллиона... Три тысячи мегаватт тепловых. Значит, вот, если вы хотите иметь патриотическую сборку, разделите три тысячи мегаватт на пятьдесят, и получится, что ускоритель должен внести в зону 60 мегаватт. Мощность пучка. Вот что нужно для экономики. И такой протонный ускоритель стоит, я сказал, несколько миллиардов долларов. Значит, для исследовательских целей... Ну, разделите три тысячи на пятьдесят... На пятьдесят. Вот, значит, еще запас какой-то нужно иметь. Вот. Поэтому, значит, речь не идет. Надо отработать еще многие вопросы. Взаимодействие, ускоритель и подкритическая сборка. Сама подкритическая сборка определения дано для нейтронов деления. Понимаете? А тут нейтрон, спектр совсем другой. То есть, здесь ситуация хуже несколько, чем для... Там, в общем, экономика в том числе и наука. И поэтому на стадии исследований можно обойтись теми ускорителями, которые есть в наличии, ныне имеются. Теперь, я сказал уже, что ускоритель пригодный уже для... Вокрича построен. Второе ускоритель, это будет построен или в Китае, или в Европе. Потому что вкладывается деньги. Я думаю, что мир будет первая построена. Ну, китайцы грозятся быстрее сделать. Ну, китайцы могут все сделать. Вот. Вот такая ситуация. Понимаете? Нужны большие деньги, чтобы ускорить... Еще один вопрос. Ну, да. Значит, сейчас вот, когда говорят об альтернативных источниках, или требуют закрывать атомные станции, говорят, что вот альтернатива есть. Мне кажется, что альтернативы все-таки нет. Я не думал над этим всерьез, но мне кажется, что для тех производств, которые связаны с применением высоких плотностей энергии, скажем, металлохермических, значит, альтернативные источники не смогут создать такую плотность энергии, которую создают тепловые. Я согласен с вами. Вот вы молодец. Именно, говорится, очень хорошее употребили. Именно плотность энергии. Понимаете? Тут еще атомная энергия... Еще же есть одна, говорится, проблема энергетики. Это маневровость. Понимаете? Главное, в принципе, на Украине где-то процентов 70 уходит на энергообеспечение предприятий. А вы знаете, что вся, говорится, энергетика, экономика Украины очень энергоемкая. Это металлургические, это химические, говорится, производства. Поэтому, допустим, производство, это обычно, говорится, оно идет с утра, там, до пяти вечера, говорится. Понимаете? Альтернативные источники энергии, то есть это уже в последнее время, говорится, кстати, расчет проведенный, говорится, МАГАТЭ, показано, что альтернативные источники не могут обеспечить необходимую плотность энергии. Именно для обеспечения. Они могут, говорится, там, 3, 5, 7 ферм, говорится, там, или там... Дома шеветить. Я бы, говорится, бытового, говорится. Вот я, извините, говорится, вот у меня есть один американский друг, я спросил, что надо, чтобы Германия, говорится, снова повернулась к атомной энергетике. Он говорит, никаких проблем. Пусть, говорится, Путин два раза, говорится, цену на российский газ для Шрёдера повысит, говорится, и тут же атомная энергетика, говорится, вернется. Ни один из... Я хочу сказать, что ни один из серьезных игроков на энергорынке не отказался от атомной энергетики. Ни Япония, говорится, вот сейчас, говорится, обсуждается проекты, там, строительства, говорится, другие. реакторов не орева финская финны приняли сейчас говорится решение о строительстве двух новых блоков а вы знаете что с 18 числа начинается вот именно вот таким слушание как у нас сейчас начинается по всей украине говорится на экрана там проводит именно как она говорится слухами громадские по поводу говорится достройки х3 х4 хмельницкий хмельницкий 4 то есть видите все идет говорится в цивилизованном порядке с пониманием того что к сожалению говорится именно к сожалению смотря на то что всю жизнь провел это без атомной энергетики обойтись я думаю в принципе нельзя будет и я надеюсь все таки что говорится в конце на данном периоде вам и есть не ближайшие я думаю что все лет точно человечество перейдет в принципе вот как говорил академик паном рев степной наиболее лучшая энергетика это является сочетание говорится атомная и водородная атомные водороды но опять много технологических проблем это надо решить говорится проблему говорится консервации водорода как то есть сохранение ну и безопасность и безопасность тоже видите говорится тут оказалось для фукусима казалось водородная безопасность гораздо выше чем гораздо хуже чем но я думаю что не мы принимаем решение мы ясно высохнули свое мнение заинтересованность в этом проекте во вторых я не знаю места института в украине который бы мог реализовать этот проект на голом месте установку создавать инфраструктуру у нас же платформа вся есть у нас все ездят в украине нет больше другого места я думаю харькович они умные народы для харькова это престиж огромнейший но я хочу сказать опять обращаясь к вам очень важно я у меня был случай такой работал в японии вдруг меня подводят монитору говорит виктор сан объясни что происходит а там бегущая строка в центре харькова горит ядерный реактор я звоню говорится вот александру васильевичу волобую говорит я говорю ребята в японцах нету в харькове ядерного реактора никогда не никогда не было и не даст бог не будет нет вот тут же написано я звоню значит выясняется что говорится да там загорелся холодильник на старой площадке рецепт нашего института такое то я хочу сказать об ответственности сми говорится я позвонил бывшему директору института и предложил говорится не хочу называть фамилию этой мадам которая работала корреспондентом и таро в тот момент и предложил говорится и надо было привлечь к суду понимаете за радиофобию мне там родственники сообщает мы закрываем окна детей в школу не пускаем как же можно говорится с каким чувством ответственности смотреть обществу вот иван михайлович правильно сказал цивилизованное общество легче всего в жизни сказать нет когда говорится сидеть при лучине вы уже привыкли к определенномуadian достатку должно определённому комфорту когда говорится вы уже россииoretда перестанет продавать электроэнергии уголь посмотрите что творится на угольных шахтах дотбасса они все пласты говорится на клоны очень сильно выработаны говорится это ж городообразующие предприятия там же гибнут они все я просто хочу сказать что я как понимаю вот как якого человека как учёными как чек ответственные за себя и за свою семью. Легче всего сказать нет. Надо, это говорится, подумать и сказать правильно. Спасибо большое. Александр. У меня серия очень коротких вопросов, чтобы вы поняли. По поводу Урана. Итак, его было 90 килограмм, у нас его было 80 процентов, правильно? И сколько вывезли? Можно в цифрах? Ну, в прессе опубликовано достаточно широко. 50 килограмм вывезли с Украины. Осталось вывезти остатки. Серьезные остатки. Самый лучший материал остался у нас сейчас, поэтому стоит еще торговаться. Аблиасы не было. То есть вы еще торговаться будете? Конечно. Ну, как уж. Скажем-то, сейчас, я так понимаю, ну, да, у нас процесс обновления документов, то, что вы все перечислили. С какой быть оборудование поставлено новое? Будет ли оно? А если будет, то откуда? И будут принимать ли участие американцы в монтаже и обслуживании этой установки? Вот так вот. Это разные страны. Совершенно разные страны. Россия, Германия, Китай и Америка. Значит, и... Но платят за все Америка. А сколько платят? Ну, вот цифра была в печати. 25 миллионов. Ну, в печати, понимаете, вы же сами говорите, что в печати... Правда, в печати... Уточняли. Правда, в печати цифра даже появилась 250. Нолик даже приписали. Но правильно 25 миллионов. Этого хватит на все? Нет, не хватит. Звезды. Поэтому торговаться. Будем торговаться, будем крепко. Значит, сейчас наша стратегия заключается сдача под ключ со всей инфраструктуры. Обязательства финансовые и политические. Американской стороны, я имею в виду. Мы-то... Значит, подготовлены ныне американской стороной на стадии согласования с министерством иностранных дел и с правительством. Это меморандум взаимопонимания, но он, как говорится, недостаточен. Значит, поэтому все будет оформлено в контрактах. То есть... Несколько контрактов будет по каждому направлению работы. Нет, уже заключено контракты на 15 миллионов. На 15 миллионов долларов заключены уже контракты. Был представитель Рассел, говорится... Ну, сколько всего нужно будет? Если 25 не хватает, а на сколько не хватает? Значит, недавно нас, как вы, наверное, слышали, посетил Рассел. И с ним был представитель... Это представитель ОСДЕПа. И с ним был Бенявский. И он так... И он и цифру нам привез 25 миллионов. Потом мы стали требовать, чтобы под ключ. Ну, и он объявил, что, в общем, где-то может быть и до 50 миллионов. Но каких-либо серьезных обязательств, кроме вот такого объявления, не было. По словам этого хватит? Я вам сказал... Я вам однозначно ответил. Мы требуем заключения контрактов под ключ. И чтобы они... Их участие было до этого. Контракт должен быть на их участие. Чтобы они сдали, говорится. Еще последний вопрос. Я замолчу. Вот это производство из-за ЦОПа потом в будущем, оно обеспечит потребность Украины или Харькова? Или мы будем это продавать? Значит, объем производства достаточно большой. Значит, но это... изотопы ныне востребованы. Это короткоживущие. Которые вот вы ввели его, он действует там несколько часов, а потом выводится. Ныне вот для боротерапии порядка 50 препаратов вводится в тело боросодержащие там печень, почки, голову и облучается. И там, где бор есть, это только место облучается. то есть, это все короткоживущее должно быть, чтобы быстрее... Поэтому и локально. Альфа-частицы очень маленький пробег, поэтому очень локально, как сказал. Ну, ладно, все это будет... Это можно будет. О, в космос. Значит, у нас, у нас сейчас открылось, вы, наверное, знаете, на нашей медсанчасти, в этих адках, открылась даже лаборатория ядерной медицины. И мы планируем рядом с источником иметь уже сейчас при строительстве иметь две-три палаты специально для больных, которым немедленно нужно изотопы... Потому что не очень коротко живут. Немедленно вводить изотопы. Чтобы минимизировать повреждения, нужно очень короткоживущие. Спасибо. Высокий Бородовка, очень коротко, я вас умоляю, не таких дискуссий. В марте месяца был проведен соцопрос институтом Горшинина. Ядерная безопасность в Украине. Согласно этому вопросу, почти 55% украинцев опасаются, что аварии на далеких станциях Японии негативно повлияют на их здоровье. Как специалисты, вы можете сказать, возможно ли такая действительно угроза для Украины? Это раз. И еще в СМИ было такие сообщения, что там будут в пятихатках перерабатывать ядерные отходы. Будут туда завозить. Это то, что я читал в газете. Значит, ядерных отходов никаких перерабатывать. Мы не перерабатывали и не будем перерабатывать. Это даже министр Бойко и то ошибку допустил, и мы ему сказали об этом. Это во-первых. Значит, по второму, по первому вопросу, 55% вопроса института Горшинина. Значит, там, как сказал Иван Михайлович, есть, говорится, образованное общество, нет. В основном там, говорится, представители больших городов, мегаполисов, они не, говорится, у них нет, говорится, радиофобии. Там в основном, говорится, эти респонденты, 58%, которые не смотрят интернет, не читают газеты, говорится, и живут в очень глухих селах. Я же эти сведения, прежде чем готовить сведения, надо, говорится, их знать. Спасибо большое. Да, прошу. Очень коротко. Американский интерес вывезти у нас высокообращенный уран. Все это вокруг высокообращенного урана. Вот это они взамен того, что мы вывезем высокообращенный уран, они нам дают соответствующую сумму денег на источник. Спасибо большое. Прошу, да. Очень коротко. Очень коротко. Все-таки на 30 апреля общественные слушания. Но, если я правильно понимаю, все-таки согласованного проекта, где все технико-экономические обоснования, нормы безопасности и так далее, его не существует еще. Правильно? Продолжите вопрос до конца. А то как бы вы... Да, на общественных слушаниях, если нет согласованного утвержденного проекта. Это первый вопрос. И второй вопрос тоже касательно общественных слушаний. Они предполагаются провестись в конференц-зале Харьковского физико-технического института, который всего-навсего объемового вместимости порядка 300 человек, не более. Если возникнет общественный резонанс, а он уже возник, то как вы предполагаете решить вопрос с большим количеством людей? Это не мы решаем. И не мы проводить будем. Значит, первый вопрос. Вот, если бы... Вы же сами себе противоречите в вопросе. Вы говорите, есть утвержденный проект. Значит, проект подлежит экспертизе в установленном порядке. И в соответствии с законом про использование ядерной энергии и радиационную защиту, значит, в обязательном порядке производится общественное слушание на стадии подготовки ТЭО. То есть мы тут не можем... А ТЭО уже значит, в установленном порядке, законом опять утверждается и потом проект. Теперь, значит, ТЭО мы подаем в мае месяце. И составной частью этого ТЭО будут результаты гражданских слушаний. А что мы будем обсуждать на гражданских слушаниях? Значит, я вам... Я рассчитывал, что вы поймете, что если мы подаем мае ТЭО, значит, он готов. То есть мы представим вот эти, но мы их не можем официально представить. Документы у нас все готовы. Все готовы. Вот как мы по этим... Там мало. Да. Мы каждому из бывших подготовим буклетик с конструкциями и с полями нейтронными, радиационными, система шелонированной защиты обеспечена радиационной безопасности, обоснования санитарной зоны и все прочее. То есть все эти документы будут представлены на слушаниях. Значит, можете, если есть у кого-то желание, мы можем и сейчас некоторые записки вам выдать. вместимость зала. 308 человек. Это понятно. Как вы... Если будет больше людей, чего с этим будем... Значит, проводит горосполком и по закону он проводит, а не организации. Мы заинтересованы стороны. И он число слушателей он определяет. Понятно. Это просто не сюда вопрос. То есть это не к нам вопрос. Это не вам вопрос. И заключительный вопрос. 310 у нас посадочных мест в зале. Спасибо. Заключительный вопрос. У меня вопрос. Не считаете ли вы в свете постройки ядерной установки, что массовое систематическое уничтожение зеленых родоносуждений в нашем городе является недопустимым? Ну, для экологической установки. А связи? Я полностью поддерживаю вас. Мы не снесем ни одного дерева. У нас зарезервирована площадка под эту... О, зеленые наслаждения. Уважаемые дамы и господа, мы официальную часть нашей пресс-разведции заканчиваем. Мы работаем и так больше часа. и так далее.